До того, как пришел Иисус Христос, все люди, когда уходили с этого мира, они уходили или в места мучения, в бездне, в аду, или же на Аврамовое ложе. То есть ад разделялся на две части. На часть там, где было мучение, там, где праведники ожидали прихода Иисуса Христа. Когда Иисус Христос умер на кресте и воскрес, он победил грех, он победил смерть, он победил сатану. И забрал ключи от ада и смерти. Он с этого момента стал главой. То есть он у сатаны забрал всю власть и получил право нас спасать и миловать. Он спустился в ад. И всех праведников, которые, вера, ожидали его прихода, он забрал с собой на небеса. Как можно подтвердить, что ад разделялся на два места? Место мучения и место ожидания Иисуса, где праведники просто ожидали, и они не были мученными. Это подтверждает притча о богаче и Лазаре. Давайте прочитаем ее. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и в весон, и каждый день пиршествовал. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струбьях, и желал напитаться крошками, падающие со стола богача. И псы, приходя, лизали с трупья его. Умер нищий, отнесел был ангелами на лона Авраама, Авраам-Мова. Умер и богач, и похоронили его. И в аду, будучи в муках, он, подняв глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопив сказал, отче Авраамы, умилосердие надо мной, пошли Лазаря, чтобы омочить конец перстам своего в воде и прохладить язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. На Авраам сказал, чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей. А Лазарь злой, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что, хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же оттуда к нам не переходят. Так да, сказал он, так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Он же сказал, нет, отче Авраамы, но если кто из мертвых придет к ним, покажется. Тогда Авраам сказал ему, если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Очень поучительная притча. В этой притче четко говорится о том, что ад существует, и что после того, как человек умирает, он уходит в ад. И до Иисуса Христа, ад разделялся на две части, на места мучения и на места Лоны Авраамова, где праведники ожидали прихода Иисуса Христа. И между этими двумя местами в преисподней было великое разделение, что без ада невозможно было прийти в место ожидания. и Иисуса Христа, и из места ожидания тоже невозможно было прийти в ад. Это сам Иисус говорит. А если Иисус говорит, то этому надо верить. И получается, что богач, когда пришел в эти места, понял, что ад, настоящее, он существует. И не только понял, но очень сильно мучился. И когда Авраам сказал ему, что мы не можем никак тебе, вам помочь, тем, кто находится на в аду, то богач просил, чтобы кто-то пришел к братьям его и засвидетельствовал об этих местах, об этом месте мучения, чтобы братья не попали туда. Иисус говорит, что Авраам сказал, что даже если кто из мертвых воскресит, они все равно не поверят. Из мертвых воскрес Иисус Христос. И он через апостолов, но по-другому, через своих учеников об этом говорит. Не попадите в места мучения. Не попадите. Но люди не верят. Они не верят, что есть ад. Они не верят, что за грехи могут туда попасть. Люди не верят, что был Иисус. И не верят в то, что те, кто уверуют в Иисуса Христа, Сына Божьего, спасутся и не попадут в ад. Люди не верят. Авраам был прав, говоря богачу, что даже если кто воскреснет, все равно не поверят. Богач в ад попал не из-за того, что он богач, и нищий попал на лоно Авраамова в места ожидания Иисуса Христа. Не из-за того, что он был беден. А из-за того, что богач был очень грешен. Богатство или нищта нас не ведет ни в ад, ни в рай. Нас в ад или в рай ведет, или наша праведность через Иисуса Христа, то есть по-другому, когда мы в Него веруем, просим Его простить наши все грехи, Он по милости прощает. И с этого момента мы уже Иисуса Христа. и над нами уже грех не властен, смерть над нами не властна. Праведники, которые ждали Иисуса Христа, они поверили в то, что когда-то придет Спаситель и старались быть, уходить от греха. Поэтому они и были. То есть они веровали и по вере ожидали праведных в месте, где находится Авраам, ожидали своего спасения. когда Иисус Христос победил грех и смерть, Он весь, Он пришел во плоти человеческой через Деву Марию, победил грех, победил смерть, победил сатану. Он на кресте умер за наши грехи и воскресил. И Отец дал ему власть. То есть Иисус Христос на кресте отобрал всю власть у сатаны. У сатаны больше нет власти. Она вся у Иисуса Христа. И когда Иисус Христос получил власть полную, Он спустился в ад, потому что у него были ключи от ада и смерти. И всех праведников забрал с собой на небеса. То есть до Иисуса Христа все праведники были там, где ад, но только вельный по-другому преисподний, который разделялся на две части. Места мучения и места, где они ожидали. А теперь Иисус их всех забрал. И все праведники, все, кто верит в Иисуса Христа, после смерти уходят на небеса. Теперь в аду только люди, которые мучаются, которые верят А все, кто уверовал в Иисуса Христа, после смерти уходят еще повторяю, на небеса. Какую великую для нас, какое великое для нас дело сделал Господь, одержав победу. Он заплатил за все наши грехи тем, что был позорно. Он был оклеветан, принял позорное мучение и позорную смерть на кресте. Смерть на кресте была самая позорная. И Иисус Христос принял. Он не был ни в чем виноват. Но Его обвинили, оклеветали и распяли на кресте. Это была жертва безвинного ягненка за всех нас грешных. В мире не было ни одного человека без греха. И Бог послал Иисуса Христа, чтобы Он принес жертву на крест. Безвин как безвинный ягненок в Израиле был убиваем за грехи израильтян евреев. И этим они очищались. Так и Иисус Христос безвинный принесен был в жертву народом не ведая того. Написано, что Иисус добровольно пошел на эту жертву, чтобы заплатить все долги за наши грехи. И Он оплатил их. Теперь каждый человек, которого уверуют в Иисуса Христа и покаятся перед Ним, попросит Иисуса Христа простить Его и попросит Иисуса Христа стать Его Царем и чтоб Иисус Христос вошел в Его сердце и в Его жизнь и спас Его каждый человек. Получает спасение 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 это жизнь вечная жизнь с Иисусом Христом ад очень страшное место и там грешники мучаются и чтобы туда не попасть нужно уверовать в Иисуса и тогда Он спасет каждого из нас. Как что нужно сделать чтобы не попасть в места мучения уверовать первое и просто попросить Господа Иисуса Христа о спасении. Молитва очень простой Господи Иисус я грешен признаю это это молитва Иисус Христос я грешен признаю это и прошу прости меня за все мои грехи стань моим царем и спаси меня Господи я твой спаси меня люди не понимают что спасение находится настолько близко и настолько просто просто надо попросить в молитве Иисуса Христа чтобы чтобы он простил все грехи первое второе сказать что Иисус Христос я верю что ты есть что ты Сын Божий и умер за меня и прошу спаси спаси короткая молитва и Господь милостью спасает и мы получаем спасение от ада от смерти и получаем вечную жизнь и уходим после того как мы оставляем этот мир мы уходим на небеса нашему Господу Иисусу